Прямой эфир? Да. Здравствуйте! Блин, так круто! Да, шикарно! Здравствуйте! Блин, так круто! Ачук смогла выжить, врачи называют, не иначе, как чудом. После серьезного ДТП у девушки многочисленные переломы, ключицы, челюсти и височной кости. Позади почти месяц комы и несколько операций. Один из вечеров она возвращалась с работы, примерно где-то около 11, она должна была уже быть дома. Час уже пришел, 2 часа, уже там 12-й час ночи, она на связь не выходит. Получается, на следующее утро ей к 10 на работу, в 9 часов, то есть она должна была уже точно проснуться, уже увидеть, что на телефоне пропущены звонки, там, смс-ки, но ее до сих пор нет. Я очень сильно как бы насторожилась, мне это не очень понравилось. Я у мамы спросила, она тоже с мамой на связь не выходила. Я тогда начала в ВКонтакте искать, у нее просто есть подружка Даша, я с ней до этого никогда не общалась, но я просто, мне Аля про нее очень часто рассказывала, что вот Даша, Даша, Даша. В ВКонтакте нашла, и получается я ей написала, что вот так и так, как бы я не могу до нее не дописаться, не дозвониться, говорю, скажите, она там в какой клинике должна сидеть, ну как бы на это утро быть. Вот. Она просто читала, но не отвечала. Я просто, ну, не понимала, что то такое. Вот. И получается потом она мне просто говорит, а вы еще не знаете? И я такая просто не могу понять, а чего именно. Она мне позвонила, и я говорю, типа, где Левтина? А она вот просто, у нее голос такой, вот как бы уже такой, ну, дрожащий, на взрыдик, ну, как бы так, будто бы она сейчас расплачется, говорит, что вот только вы, говорит, успокойтесь, пожалуйста, все хорошо, типа, Алечку забила машина, она в реанимации находится. И у меня просто такой момент, что я вот как будто бы у меня сейчас вообще пол из-под ног уйдет. Я просто вот, ну, вот всю меня вот так вот прям, ну, пронзила. На этих кадрах последние секунды прежней жизни Левтины. Девушка возвращается с работы на улице Берзарина. Она оглядывается по сторонам и переходит дорогу под так называемой зеброй. В этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль. Судя по этим кадрам, водитель даже не думал тормозить, не остановился. И когда Левтина от удара об капот отлетела на несколько метров. У нас мама, она очень склонна к микроинсультам. Вот, ну, она очень часто в реанимациях лежала. Ей вообще переживали нельзя. И получается, как раз у меня в огороде у меня, вот, и я просто понимаю, что я ей не желаю рассказать. Я просто не знаю, как мне это рассказать. Я к ней так подошла тихонечко, там просто еще мои дети рядом были. Я просто, ну, переживала, что, во-первых, я еле-еле успокоилась. Я не знала, как мне выйти, чтобы меня дети, как бы, увидят, и как мне вообще сейчас мое поведение будет, как они это все воспримут. И я, получается, так просто к маме, ну, подошла, просто обняла, говорю, мам, ты, говорю, пожалуйста, сейчас только не переживай, пожалуйста, говорю, все хорошо, не расстраивайся, говорю, я сейчас тебе такую новую скажу, ну, пожалуйста, говорю, просто посотарайся как-то, ну, вот, как-то содержаться. И вот, и на ушко ей сказала, что, говорю, Алечка в реанимацию решит, говорю, все хорошо будет, говорю, и машина сбила. И я тогда просто решила, что мне нужно ехать в Москву, вот, я купила билет на самолет, потому что на поезде очень долго лететь, ой, вернее, ехать на поезде очень долго. Я купила билет, и я туда вылетела, получается, было в 4 вечера, в 8 вечера я уже в Боткинской реанимации была, но меня туда не пустили. Ну, то, что вот коронавирус, говорю, хотя бы просто как-то вещи ее увидеть для подтверждения, потому что у нее, при ней документов не было, то есть она только банковскую карту взяла полицейскую. И они просто пробили, что и каждый месяц получка приходит из организации. Они туда позвонили, спросили, работает у вас вот Алевтина такая-то, сказали, да, вот, ну, такую новость, потому что у нее телефон украли, вот, во время как раз-таки аварии. То есть на видео еще видно, что телефон ей поднесли, положили, а потом вот этого телефона уже не было. То есть все на месте, и цепочка была, все-все, а именно телефон просто, видимо, вот кто-то вот так вот взял. В реанимацию меня не пускали, получается, она там пробыла почти два месяца без копеек, я ее не видела. Я, получается, пыталась как-то добиться, но очень все строго, то есть тогда еще коронавирус этот, очень остро все так было, и нельзя было. То есть единственное, что я, как, пока у нас были дела с уголовным делом, мы ездили по вот этим вот местам, добивались правды, искали доказательства, вот. А так вот, получается, я ее увидела, ну, почти через два месяца. Так, у кого у нас день рождения сегодня? У тебя. У меня? А может, у тебя? Нет. Нет? А какое сегодня число? Шестнадцатый. Подожди, у тебя когда день рождения? Какого числа? Шестнадцатого. Десятого? А месяц какого? Ну, когда ты родилась? Ноль третьего. В декабре? Да. А сейчас какой месяц? В декабре. В декабре какое число? Я прощу. Ты прощу какого? Да. А, десятый декабря. У тебя сегодня день рождения? Да. Да, с днем рождения. То есть, до этого нам говорили, что она не выйдет из комы, скорее всего. Вот. Либо же она, если выйдет, то она останется овощем. То есть, там настолько такая травма. Но нам не говорили, что у нее какой-то дефект головы. Нам об этом не говорили. То есть, когда я ее увидела с этим дефектом головы, и я просто в шоке была. Ну, для меня это очень как-то... Да, от рассказов она расстраивается. Все хорошо. Все хорошо. Аплодисмент ветеринарного врача. Мы сюда, когда здесь, получается, уже жили, мы приходили и нам сказали, что пока на реабилитацию не пройдёт, нельзя прогулять инвалидность. Ну, она меня младше на 5 лет. Друг для дружки, поддержка. Мы понимаем друг друга, мы как вот действительно одно целое с ней. В семье были проблемы и со сверстниками, то есть как бы мы вот пережили такие вот не очень хорошие отношения, не очень хорошие отношения, но как бы по отношению наших одноклассников, кто на улице рядом жил, то есть вот какие-то вот притеснения было. Ну, просто у нас был частный дом, у нас были и коровы, и свиньи были, и куры. И вот, получается, мы это в Казахстане, когда мы жили, мы должны были встать утром рано, подоить коров, убрать все эти коровники, всё почистить, отнести молоко, угнать коров в сатады, а потом мы только шли в школу. Ну, естественно, может быть, у нас, например, от нас пахло животное, я не знаю, и просто мы одевались не так, мы более такие простые были, мы не покупали особенно одежду, то есть то, что нам дарили, мы то носили, ну, конечно, это было далеко от каких-то модных вот этих всяких вещей, вот, как-то, наверное, может быть, поэтому, ну, ещё также у нас поведение было не такое, как у девушек, например, они более были раскрепощенные, более, может быть, где-то развязанные, ну, а мы всегда такие скромные были, может быть, поэтому, не знаю, если честно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Но им нужно было просто увидеть динамику, да, какую-то, вот, например, у них там, как, у них, получается, приходится встреча, да, они ставят какие-то вот цели, да, и пытаются их достичь за определенное количество дней. И у нее, как бы, очень хорошо все получалось, они даже сами были удивлены, потому что, ну, действительно, после такой аварии, с такими диагнозами, как бы, да, действительно. Вот, а потом, как бы, нам все говорили, что организм молодой, то, что вот ей повезло, то, что она молоденькая, вот, организм справится. Просто вот физические, например, данные, их можно вот так, да, на глаз увидеть, а то, ну, как бы, на какой степени мозг пострадал, это, ну, не видно же никак. Как, как там эти все межполушарные связи, вот это все, это все не видно, как бы, поэтому здесь, ну, за вот эти 21 день, которые мы провели, очень сильно изменилась она, вот, прям, вот, буквально упражнения те, которые она до этого, ну, как бы, вообще не могла даже понять, как их делать, и вообще, что от нее нужно. Позже водителя все же задержали. Им оказался 55-летний Вадим Поляков. Сейчас он под подпиской о невыезде. В настоящее время, по данному факту, возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на выставление всех обстоятельств данного дела. Информации о Вадиме Полякове немного. По некоторым данным, он ранее судим за кражу. А еще активный пользователь сайтов знакомств. Вот, предположительно, его профиль. Правда, для любовных встреч женатый мужчина предпочитает пользоваться псевдонимом. Называет себя Олегом. Мы попытались встретиться с вероятным виновником дорожной аварии, но он согласился лишь на разговор по телефону. Я ее не сбивал. Она сама набросилась на машину. Вот если я, например, пьяный, я виноват. Если я сбиваю на остановке, я виноват. Но если я сбиваю на нерегулируемом пешеходном переходе, то виноват 100% пешеход. Экспертиза медицинская уже готова. А вот автоэкспертиза техническая, автоэкспертиза, что делают на месте происшествия, ее еще делают. Была ли у него возможность куда-то отъехать, притормозить. Может быть, он пытался, но у него какие-то помехи были. Ну, вот что-то в этом роде. Но я попросила еще учесть видео, потому что на видео довольно-таки большой отрезок дороги видно. И там, как он говорил, что то он, получается, что как будто бы она стояла на дороге, пропускала всех машин, а под его машину почему-то резко прыгнула. То он говорит, что он когда ехал, ее увидел и насколько только возможно руль вывернул. Хотя он как на видео ехал прямо, он так и ехал прямо. То есть вообще никаких попыток ни увыльнуть, ни притормозить, ничего не было. Да, у него подписка о невыезде. А насчет работы я не знаю. Ну, на тот момент он еще работал. Работает он водителем. Единственное, что мне показали, что вот этот человек, который сбил, показали, что у него изъяли ключи от машины. Это он на своем личном транспорте сбил. Ключи от машины, страховой полис, то, что на машине делается. Вот, и все. Мы поехали туда, я и друг нашей мамы. Мы поехали туда, на вот это вот место происшествия. Пытались там как-то найти свидетелей. Увидели, что там вот камера есть. Пошли, как бы поговорили с человеком, который ответственный за охранную систему. Вот, честно, я очень переживала, думала, что там уже кто-то выкупил, ну, как бы уплатил денег, и там как бы нет ничего, как в фильмах показывают. Но к ним даже полицейские не приходили, то есть камера, очевидно, была видна ее. Но к ним никто не приходил. Получается, мы, ну, попросили нам, получается, скинули это видеозапись. Свидетелей мы нашли также через интернет главного свидетеля, который вот как раз-таки делал вызова там полицию, скорую, он там все находился. Я когда в полицию принесла все это, от меня не приняли. Сказали, что я как бы, ну, и кто я такая, что меня никак не могут приобщить к делу. А когда мы уже поняли, что нам, скорее всего, адвокат нужен, потому что вот этот вот человек, который сбил ее, он с адвокатом уже потом пришел, когда после того, как его вначале нашли, он говорил, что я там дурак, там, да, это, испугался, типа уехал, хотя он уже взрослый человек, ему где-то 55 лет. А на следующий день он уже с адвокатом пришел, и там, видимо, ему адвокат чему-то там научил, и не знаю, ну, начал говорить вообще абсолютно обратные вещи. Когда уже с адвокатом пришли, тогда только мы, ну, взяли мои данные, вот это видео взяли, контакты свидетелей только тогда. Она всегда была моей сестрой, всегда была тем же человеком. Единственное, что вот до операции она... Анечка, все хорошо. Все хорошо. Я просто рассказываю, что как было. Это было давно. Это было давно. А сейчас, Аля, уже не так, сейчас уже все хорошо. Да. Просто после операции она, как бы, ну, начала, у нее эмоциональность стала проявляться, критическое мышление. Ну, что вы, предвкушение встречи? Да. Переживаешь, как это будет? Конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. Операция корня пластика. Вот то, что у нее, ну, частично не было черепа, так как ей экстренно делали трепанацию, потому что у нее при ударе гематома очень сильно образовалась, там перелом височной кости. Вот. И ей вот перекрывали этот дефект пластины. Делали пластину специально, которая повторяет полностью контур. Твои вкусные парни. Поздравляем. 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 Поздравляем малечку с выпиской. Сюда приходят люди, которых, ну, как бы это эмоционально, такая вот терапия, так сказать. Когда, получается, первый раз мы с Алифтиной пришли, мы ей сделали такой подарочек, мы ей сделали повязку на глаза, привели сюда. Ей здесь очень сильно понравилось, потому что она вообще у нас очень любит котов, она кошатница. Вот. И, как бы, ну, решили повторить эту. Аля, ты этой ручкой тоже. Этой тоже ручкой делаешь. Я хочу достроить. Сейчас мы раскладываем. Да. Мы строили сложный дом. Поздравляем. Очень страшно. Боже, красиво. Боже, красиво. То она просто резко меня, как будто, попутает с каким-то другим человеком и просит, чтобы я позвала Иру, либо же она вообще меня не воспринимает. То есть, вот этот день, она меня, как будто бы, вообще не воспринимает. То есть, я рядом, но она думает, что меня нет. Что печально и жалко, что я не могу в эти моменты ничем помочь, никак доказать, не рассказать, что вот, как бы, все по полочкам разложить не получается. То есть, она как вот уперлась, что вот так вот и все. Нам психологи говорили, что это нужно анализировать, но анализировать не получается, потому что она этого просто-напросто не помнит. Если с продуктов мы что-то купили, она говорит, а где это мы взяли, откуда у нас такое, мы же с тобой купили, там принесли нам. Она говорит, да нет, я такого не помню. То есть, это и долговременная память, но нарушение кратковременной памяти. Например, вот у нас бабушка умерла, да, три года назад, а она сейчас этого не осознает. То есть, в ее голове бабушка жива, и она не воспринимает этот факт, что она умерла. И он взойдет, как солнце прады, засияет над землею. Вот когда-то мы с вами собирали 5-й девушек. Вот она такой была. Узнаете? Алифтина Затаимчук. Она такой была до 12 октября 2020 года. А такой ее впервые мы увидели после выхода из комы. Я не представляю, как Ирия сейчас говорит, уже я сама ревую. Ирочка, все хорошо. Благодаря этой девушке Ирия, которая оставила свою семью, оставила детей, мужа, и денно и мощно находится рядом со своей сестрой, Алифтина опять возвращается к жизни. Благодаря вашим молитвам, благодаря вашим пожертвованиям ты еще очень долгий путь к полному восстановлению. Тот, кто проходил, через это знает, что это может быть не один год, но у нас есть Господь, который поможет. Вот бывает, что ты живешь в жизни, и ты сколько-то в какой-то момент, после которого ты просто теряешься, ты без помощи, ты без силы, ты понимаешь, что ты ничего не можешь поделать. И когда ты полностью доверяешься Богу, только тогда он начинает действовать. Вы знаете, сейчас наша жизнь, она похожа на пророка Ирию, который когда-то оказался в горах без еды, без воды, и его кормили ворами, так же и наша жизнь. Сейчас вашими руками Бог нам помогает. Он действует, он работает. Спасибо вам большое за все. Обними, обними, скажи, выздоравливай, все хорошее. Хорошая Альфика, хорошая, умная. Играться хочется. Так много у нас столько беспокойств, вообще внимание улегчило. У тебя же, наверное, головушка закружилась, да? Нет. Все хорошо? Да. Ты умна? Ты такая сильная, ты все выдержала? Я просто стою. И это знаешь, какой же подвиг? Ты молодец. Я тобой гордюсь, горжусь, да? Мы все, мы уже победим все, да? А гнева нет, гнева не было абсолютно. Не знаю, я, у меня вообще по жизни такого не бывает. Я слишком, слишком, наверное, добрая, я не знаю, как мягкая. Ну, я просто настолько люблю этот мир, люблю, не знаю, насколько ли я люблю людей, но уж точно какого-то такого гнева, там ненависти у меня такого нету. Праведный гнев на Бога. Почему такое допустимое? Нет, я наоборот была, я вот, да, вот как раз-таки, я не почему всегда спрашиваю, а для чего. Когда ты спрашиваешь, для чего, как бы у тебя сразу абсолютно мышление меняется, и ты начинаешь какие-то, у тебя там цепочки выстраиваются, что это все не просто так. Ты начинаешь копаться, ты начинаешь искать там какие-то плюсы, какие-то, ну, не знаю, минусов редко. Ну, чаще всего, когда для чего спрашиваешь, то понимаешь, что это какая-то жертва, такая, ну, все, ты намного выше как бы мыслить начинаешь. И поэтому вообще, во-первых, я была благодарна Богу, что она жива осталась, вот, это да. И каждый день, каждый день я молилась, чтобы она проснулась. И когда вот этот день настал, ну, конечно, такого не было, что она резко проснулась. То есть вначале она стала как-то реагировать, что ее там просили сжать кулачок. Она потихонечку, потихонечку сжимала кулачок. Там говорили, приподними чуть-чуть ручку. Ну, у нее одна рука ключица, левая все, то есть левая часть пострадала. Ее фиксировали ей руку, и получается, она более ослабленная. И до сих пор вся левая часть у нее ослабленная. А так вот потом она стала на боль реагировать. То есть ее там чуть-чуть там ущипнуть, ну, не так, конечно, так. Она как бы, ну, реагирует на боль. И вот это все понемножку, понемножку. И единственное, что она потом уже практически все слышала, реагировала, но глаза не открывала. То есть как бы еще степень кома была. И даже вот мы в репцентр, когда мы приехали, у нее нечеткое сознание, у нее степень оглушения была. То есть она в таком, как бы, своем мире жила. Так, Аля, хочу сказать, что у тебя замечательная сестра Ирина. И вот это не у каждого есть сестры. Женщины, беру святых. Это мой для тебя. Вот, и еще такой момент. Ты очень долгое время была у нас в классе... ...школы, и тебя очень не хватает. То есть ты была одним из самых активных ответчиков и дискуссионных людей, с которыми всегда было приятно пообщаться. Такой будет безумно рожительный вещь. И тебе здоровья. И до встречи. Ждем. Нет, это Дима. Фамилия у Димы какая? А он муж Маши. А значит фамилия у них одинаковая. Си. 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 Муж очень хорошо справляется с детками. Ну, у нас же еще бабушка, дедушка. Мы все живем в одном большом доме. Вот. Получается то, что если муж на работу уходит, дети в садик. Потом у нас там и садик тоже рядышком. Ну, буквально две минуточки. Бабушка с дедушкой детей потом берут домой. Муж уже приезжает вечером и берет их. Как-то твое отсутствие влияет на отношения в семье? Замечаешь это? Дети очень сильно скучают. А сын, он как бы очень ко мне привязанный. Он последние два месяца очень болеет. То есть там то горло начинает болеть, только вылечится. Там сыпь какая-то выскочит. У меня с желудком недавно были проблемы. У него тоже, оказывается, параллельно были с желудком. Ну, то есть это все чувствуется. И мне, конечно, уже хочется очень поскорее домой. Потому что дети уже, ну, как бы это болезни не такие, а как бы, ну, психосоматика. То, что мамы нету, им тяжело. Вот я думаю, что скорее всего так. Потому что сын, вот реально, он уже два месяца в садик не ходит. Постоянно болеет, болеет, болеет. Получается, 13 октября оказалась в Москве. Потом я в конце октября, я уехала, где-то у меня две недельки не было. Потом, как я узнала, что Алифтину в отделение перевели, я прилетела опять. Ну, в общем, где-то взять, ну, почти 7 месяцев, наверное, где-то, да. Я знала прекрасно, что если я опущу руки, то просто некому это будет ничего делать. А тут что? Алло, я здесь. Да, понятно. Алло. Алло. Вот и. просто вот физически переданы их можно так надо на глаз увидеть а то она до какой ну как бы на какой степени мог мозг пострадал это ну не видно конечно бы родители бы тоже могли но как бы просто я более такая пробивная наверное я бы я очень-очень скромная но вот когда что-то как-то я пытаюсь добиваться всеми силами ну и потом все таки у меня есть интернет но они это не сильно умеет этим пользоваться через интернет очень много я решала все-таки делали вот как раз таки даша которая подруга совет клиники она мне дала такую мысль что нужно сделать страницу instagram изначально это были их там ее работники и также из ее страницы с алина я скинула приглашение и как бы я даже не знала что у нас будет такой уровень что этом когда-то буду там какие-то видео делать я даже об этом и думать не думал любые дни это потеря то есть если али в таком состоянии она будет все глубже спать и может обратно в вакуума вернуться нам так сказали вот и как бы это реабилитация она очень дорогая оказалась и сколько просто ну 23 тысячи в сутки и один курс реабилитации сколько длится 21 день ну там можно потом продлевать как ты хочешь но 21 день лучше пройти полностью вот и тогда я поняла что как бы если я этого не буду делать то просто у нас ничего не получится нам не откуда будет такие деньги брать а потом у меня стали такие мысли приходить что вот например люди у которых какие-то проблемы даже у меня такой был что такая-то проблема а я вот когда например узнаю что у кого-то еще более более больше проблемы и я тогда вообще у меня кажется моя проблема что она вообще ну как бы не стоящий то что реально есть проблем намного более как бы глубже более хуже вот и я тогда просто поняла что мы таким образом можем людям помогать еще я узнала вот все таки как бы меняется круг общения меняется все интересы я узнала что есть вообще очень очень много людей которые как бы пережили такое же которым еще стоит пережить все тоже и у меня очень много из смс приходит она инстаграм что вот ну действительно такие вот очень подобные случаи что мы помогаем даем надежду и также нам другие люди дают надежду которые уже это пережили у которых все благополучно то есть это такая вот как-то взаимосвязь я думаю что реабилитация на должна быть действительно реабилитация ну то есть как бы смысл куда-то ехать на реабилитацию и безрезультатно и я в этом смысла не вижу это и время терять и потом вот эти вот первые месяцы после случившегося они очень важны то есть если бы мы не оказались в этом реп-центре я даже не знаю что бы сейчас было и мне там тоже сказали доктора что ну нейропсихологи психологи что лучше принять и не ну как бы не думать о ней как вот о той или в тени а что вот как вот какая вот она сейчас есть потому что тем самым я еще хуже с этим как бы ранюсь об этом я не хочу сказать братьями или я хочу погладить и тогда я уже стала ее принимать вот и как бы я поняла просто что тогда так намного лучше и легче а вот это как ценности изменились у меня вот не знаю если это мир раньше там не знаю думала вот для меня например очень важно было что будет например там вещи там по своим местам там лежали что вот это там это там а это все как-то куда-то пропало и мне хочется вообще очень очень много времени с детьми проводить я наверно в плане вот каких-то вот таких вот игр которые именно развивает там мышление вот это все я об этом раньше честно даже не знала а вот с алифтины что вот это там нейропсихология столько оказывается таких развивающих игр и я у тебя всякие там пометки тела я просто с несерпением жаду когда я уже детьми окажусь и мы с ним будем играть все вместе с аличкой тоже просто очень многие игры подходят для всех разу возрастов то есть они объединяют а ты чё кричишь ты как-то время нужно провести вас с каким-то конкретными людьми у нас ними я бывает не очень дружу а бывает бывает очень войдет не очень вообще-то терапевты тоже нет они хорошие просто характеры не сходится что а с кем-то еще общаешься мне лично все слышно наша комната а с кем ты живешь здесь с мамой это мама сейчас вот как раз идет работа на то чтобы она сама ориентировалась вот в пространстве во времени вот и поэтому вот когда мы приехали только вот неделя вот это было она как бы она еще терялась вот и постоянно что нужно сделать это времени она не ориентируется вот а сейчас вот вместе с врачами мы стали вот делать вот упор на то чтобы она одна ходила вот на эти занятия возвращалась вот на часах мы вот там я сделала специально вот приклеила ей чтобы ориентироваться вот и она уже вот подходит к часам смотрит расписание свое сравнивает ага вот и надо уже вот идти например вот туда-то она уже вот учим ее чтобы вот это вот у ней вспоминалось то что она знала что могла либо салат либо пицца салат фруктов нет овощной давай овощной помидоры вырыть либо пицца маленькая без мяса я знаю да если можно пиццу кусок я могу делать сейчас например я тоже уже вот я остаюсь в комнате она пошла мы попрощались все она там вот спускается ну я так поняла что она не опаздывает она вот находит там этих преподавателей своих в этих с кем занимается по чуть-чуть алифтин чуть-чуть хорошо вы знаете мне не хватает чего тебе не хватает вот ингредиенты а я весь день ставлю такое задание что вот к этому времени я подготавливаюсь как работа настоящий спасибо Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе за пищу, которую ты приготовил для нашей мать. Выкрали Рим, чтоб обедать. Чтоб обедать, Боже, другие. Ты, Боже, извини, если мы что-то так делаем. И прости, Боже, нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Алло. Привет. Да, скажи, мы тут все вместе. Тут все вместе, в общем, всем привет. Всем привет, а с кем вместе? А, Мария и Алексей, да, наверное? Да. А ты сейчас медсестрой опять устроилась работать? Ну да, я восстановилась, ага. Здорово. Обратно, на прежнее место. Ага, здорово. Круто. Оно действительно не у всех такое увидишь. Вот я даже просто предположить не могу, насколько это может быть тесно. Ну да, дружат, ну да, они там как-то, но все равно у Иринки своя семья. И мы никогда не думали, что вот она может вот просто войти в положение, как бы это, и Витя ее супруг, и сделать правильный выбор, правильное решение. У нас с тобой тут цифры в разном порядке, да? Угу. А твоя задача как можно быстрее посмотреть и найти их по порядку, и показать мне, да, от одного до двадцати пяти. А, я больше стала. На бытовых это вообще все, потому что только благодаря тому, что люди вот жертвуют, вот это все стало возможным. Потому что если бы вообще не было людей, если бы никто бы не откликнулся, ничего бы этого не было. Ты розовый взял? Ты думаешь, что я девчонка? И что? Привет. Да. Здравствуйте. Привет. Нет у нас вообще никаких таких, никаких сбережений, вот. А если вот даже посчитать, сколько вот всего она прошла вот этих курсов, то это очень много. Помимо лекарств, помимо вот всего вот. Поэтому даже просто, говорю, это только Божья слава. Ты ставишь ее сзади? Ну ты такой крутой едешь. Стоп. Стоп. Руки. Отплакнись. Я отплакнулась. Теперь едем змейкой. По очереди. Право, влево. Ой, сейчас мне дрожь придет. Правее бери. Я бы хотела в горах провести времечко. В летних горах. Вот. А сюда тебе приезжает кто-нибудь навещать? С кем ты видишься? А кто? Не заливайся. Умена. В imitatehsiнута. Третья. Тот, шестая. Мою интерь Cm1-1. Так, три пинцынули. Комстрому со мной даже похожи на дизайнеру. Нет, ну два, наверное, вручальная. И какой там уже обменивается прямо замужними кольцами? Промолочная. Кто же ее? Таинственная беспокобка. А может, обнять тебе нужно ее? Да, надо. Что касается родственников, она уже несколько месяцев нас уже всех помнит. А что касается друзей, где-то месяца полтора, если, например, с кем-то пообщалась, узнала вот так вот, то все, она этого человека уже помнит. А если, например, кого-то наглядно не видела, то ей тяжело вспомнить. И скажи, что у нее такое, что она может знать, что потом? Она уже длительное время, во-первых, она в реп-центре находилась 21 день, она же там одна находилась. Мы с ней как бы общались по интернету, по WhatsApp. То есть она вообще очень оптимистичная, никаких у нее таких агрессивных приступов я по общению не замечала. Здесь находятся те люди, как раз таки, с которыми Алевтина раньше общалась, в том числе Даша, ее лучшая подруга, они работали, коллеги были. Вот. А здесь мы просто, чтобы, так сказать, новый этап у нее произошел в осмыслении, в мозгу какие-то вот процессы все-таки происходят. И чтобы как бы ее вернуть опять на это место, потому что как бы врачи говорили, что ей нужно бывать в тех местах, где она когда-то раньше бывала. А так как вот кота-кафе, мы приходили сюда уже неоднократно, все-таки подумали, что как бы для нее это будет полезно. Плюс еще как бы котикотерапия. Вот. Понятно, а где еще котики? Даже я это говорить не буду, насколько я благодарна. Это я даже вообще все готова отдать за то, что Бог как бы спас Алевтина, что так произошло. Я каждый день как бы об этом думаю. Вот. И насколько все так чудесно. И у нас просто мы даже, например, не ожидали, когда у нас какие-то были потребности, нужды. Вот просто Бог нам посылал людей. Мы даже об этом мечтать не могли. То есть в какие-то определенные моменты попадались нужные люди, которые нам как бы помогали в той или иной сфере. И это невероятная история. У нас очень много людей, которые нам говорят, пишут, что их жизнь меняется. Просто они смотрят наш инстаграм и их жизнь вообще меняется. И вот я на самом деле очень благодарна Богу то, что у нас есть такая возможность менять жизни других людей. Я, правда, вообще не знаю, как это происходит. Но нам так люди говорят. Привет, черныш. В моей жизни не все так радужно. Прошу прощения. Что касается меня. Ты устала? Нет. Просто я как будто бы выпала из жизни. Я не могу с себя дойти. Я уже, как бы сказать, не чувствую то, что дом это мой дом. Ты не знаешь, где сейчас твой дом? Ну, понимаете, просто настолько эмоциональное какое-то обустошение, что мне сейчас нет ресурсов найти, чтобы также, например, жить такой же полноценной жизнью. Я, например, готовлю кушать там что-то. Я делаю это, как бы, потому что дам. А не потому что я хочу там порадовать детей. То есть я сейчас, ну, потерялась. Потерялась, в общем. Я не могу спорить. А как лучше всего это выглядит на происходящем? Ну, как бы он говорит, что нужно просто время. Ну, на самом деле, время очень много уже прошло. И, например, если для кого-то просто день прошел, да, а я каждый день пытаюсь, как бы, прийти обратно, вернуться в эту жизнь. А у меня не получается. Ну, я, на самом деле, просто очень рада, что Алектина возвратилась. Вот. Что она, на самом деле, у нее уже, как бы, нету такого момента, что у нее острая нужда там во врачах, в медицинской помощи. Это меня очень радует, что мне уже не нужно очень так сильно переживать в поисках очередных врачей, там, каких-то специалистов. Вот за это я очень рада, что она сейчас уже, как бы, в этом плане стабильно. И ухудшения уже точно, точно не может быть. Конечно, она фотки видит, что, как бы, которые до аварии. Она, конечно, понимает то, что она была другой. Ее это огорчает. Потому что сейчас у нее критическое мышление развито. Она уже может сравнивать, критиковать свою внешность. Да, такое есть. Мама, я тебе помочь стать. Я сама встану. Что думаешь? На каждом этапе нам говорят, что этот результат вообще очень хороший прогресс, да, к примеру, что это вообще классно, что она бы, на самом деле, типа, человеку очень тяжело добиться такой реабилитации в такой короткий период времени. То есть на каждом этапе нам это говорят одно и то же. А что вот там, там, вау-вау, там что-то еще дальше будет, никто такого не говорит. То есть это мы уже видим все эти перемены, удивляемся, конечно, радуемся. на днях она была в ветклинике, в которой она, одна из ветклиник, в которой она работала последнее время, вот, пыталась как бы вспомнить то, как было, но она теперь даже ни названия там не помнила, там ни коллег, да, вот, а ее туда привезли, она вообще, конечно, очень рада была, вот. И она, конечно, путает все эти клиники, потому что она же во многих клиниках была, она их все путает. То есть у нее там какая-то каша получилась во голове. так, но она уже понимает, как бы, что, она уже говорит, что вот, например, последний раз реп-центр было, говорит, а вы меня вообще спрашивали, хочу я туда или не хочу. Но, как бы, стараюсь я ей, как бы, мягко объяснять, что для чего это ей нужно, потому что она не понимает, для чего ей это нужно. Она думает, что, как бы, с ней в этом плане все нормально и что, говорит, я что, какая-то глупая или какая-то больная, не знаю, почему я должна ездить по этим больницам. То есть, как бы, где-то она не понимает вообще, почему так все получается и что-то. А что загадала, можно сказать? Нет. Нет. Почему? Это вытянется. Окей. Секретная очень. Да. Я хочу, чтобы Алевтина, скорее, как бы, сказать, вернулась хотя бы, что-то вроде того, какой она была до этого, чтобы она могла уже более мыслить, так вот, знаете, как-то сказать, более шире. И чтоб она, у нее получилось выйти обратно во люди, как-то, вот, знаете, самостоятельность вот это вот. Потому что это очень сильно ее оценку понижает, то, что она все-таки зависит от людей пока. А для себя? Ну, для меня, конечно, что-то повернулось назад, что касается именно моей жизни. Мария, привет. Прости, только вот появилась возможность ответить. Ах, я даже не знаю, что сказать. С Алей мы почти не общаемся. Я уже, честно сказать, как бы-то приняла всю обстановку, всю вот эту вот жизненную ситуацию, что случилось, как. И отдала уже все в руки Бога. Я уже здесь бессильна. Я уже ничего не могу поделать, к сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Я уже... Я уже mehr не могу помочь. 않им. Я не знаю. Да-��. Буду так же. Это terrain. Безопасериала. Подписывайтесь на нерыв tyres. Услыхай . С мужем я развелась, вот скоро на днях должна уже бумага о разводе прийти, это уже сколько, уже три месяца. Честно, у нас это канитель, ну я уже так не могу, честно. Ну вот как-то так. Изменения, конечно, чувствую, просто я не могу не совсем полноценно объяснить, какая я себя помню, как я была, но изменения большие есть огромные. К самому водителю почему-то, ну у меня вообще абсолютно никаких нету претензий, предъяв, ну как претензий, предъяв нет. То есть у тебя не было такой злости, ненависти к нему все-таки? Нет, у меня такого не было. Вот. Нет, такого я не чувствую. Возможно, мне немножко не нравится то, как люди относятся ко мне, что вот я там пережила то-то-то, и я должна быть делать так-так-так. Но на самом деле я считаю, что все должны делать и поступать так, как им сердце приказывает, но не все этого понимают и, возможно, не поймут даже моих словах. А что от тебя ожидает? Ну ты говоришь, что? Ожидает много чего. Ну я не скажу за всех, но, как я заметила, что большая часть ожидает, что вот если что-то случилось, значит я должна быть супердоброй, суперумной тогда, научиться всему в мире. То есть если что-то плохое случается, то нужно тысячу добрыми какими-то действиями это все прикрыть. Хотелось бы, конечно, быть специалистом классным, лечить животных и там с первого их захода в кабинет понимать, что у них такое и как это решить. Но почему-то мы не волшебники, такого не может быть, и нужно потратить очень много времени, чтобы узнать об этом, что с животным. Хотелось бы развить себя по максимуму до этого. Началось с того, что мы нашли котенка со сломанной ногой. Поэтому у него первые месяцы были все в апелляциях, но, наверное, остались какие-то не очень приятные воспоминания. КОНЕЦ 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 вкладывала всем, что у нее было там, и семьей, и деньгами, то есть, ну, все. Просто, возможно, ей сейчас кажется, что нет, но для меня это все, потому что семья, все, что из человека, это все, вот, если есть деньги, это круто, вот, поэтому сестра, родители, ну и все. Раньше у меня было такое, что, ну, не, например, что-то плохое случалось, и я такая, ну, почему все так, за что, а сейчас я понимаю, что, в принципе, все, что случается, это последствия того, как мы себя ведем, и к чему сами пришли, то есть, это не по причине просто случилось, а просто потому, что, ну, я не знаю, просто так сложилась ситуация, ну, это отчасти виноваты, возможно, мы. Я так думаю. Ну, а в твоем случае ты себя как-то винишь, или? Да, возможно, есть такое, да. А в чем ты себя виниешь? Ну, возможно, ну, хоть я знаю, что я вроде себя обезопасила и пошла, но я думаю, что нужно было, вот, например, как сейчас мы идем, если едут машины, неважно, какой светофор, если пешеходный, все равно нужно убедиться, что у всех все в голове нормально, и они, например, как и нужно, например, они стоят, вот. Но если пропускают, например, машины, то не всегда этому можно доверять, потому что чего угодно может быть в голове у людей. Спасибо. 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 Спасибо.